День города Телефонные мошенники, когда сразу надо бросать трубку. Русское чаепитие. Традиции и история сбора Иван-чая. Утверждать полномочия и назначать заместителя мэра и руководителя муниципальных предприятий юридически городским депутатам пока не позволяет закон. Об этом на общественных слушаниях по изменению городского устава заявили и в региональном иньюсте, и в прокуратуре. Напомню, на последней сессии Рязанской городской думы народные избранники выступили с инициативой коллегиально утверждать кадровое назначение городской администрации. Тогда большинством голосов ее поддержали, но столкнулись с правовой коллизией. Дисциплина и ответственность – ключевые посылы депутатской инициативы. Слишком уж часто, по их мнению, в этом году менялись руководители важнейших муниципальных предприятий. По-человечески понять народных избранников можно, тем более, что право на согласование кандидатур за ними было закреплено до 2014 года. Сейчас депутаты хотят вернуть утраченные полномочия. Статья 30. Действующая редакция. Полномочия представительного органа города Рязани. Полномочия представительного органа города Рязани, установленная в соответствии с федеральными законами и законами Рязанской области, относится к пункту 9. Предлагаемые изменения составы. Значит, полномочия представительного органа города Рязани. Пункт 2. Полномочия представительного органа города Рязани, установленная в соответствии с федеральными законами и законами Рязанской области относится согласование, назначение, надлужность и освобождение от должности заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации города, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Понятно, что на бумаге идея выглядит здраво и правильно. Вот только в том виде, в каком она попала на общественные слушания, перспектива у нее весьма туманна. Полномочий влиять на кадровые решения исполнительной власти у городской думы сегодня фактически нет. Кроме того, несмотря на одобрение инициативы большинством депутатов, их идею общественность фактически не поддержала. Сразу 16 ТОСов письменно выступили против проекта. В общем, посыл приветствуется, его реализация вне правового поля. Об этом напомнили депутатам представители регионального Минюста. Проект противоречит федеральным законам. В статье 35 Федерального закона 131 ФЗ установлен перечень исключительной компетенции представительного органа. В части 11 статьи 35 Федерального закона 131 установлено, есть такое полномочие, как иные полномочия, которые определяются федеральными законами и принимаемые в соответствии с ними конституциями, законами субъектов и уставами муниципальных образований. Однако, на федеральном уровне отсутствует нормативно-правовой акт, представляющий такое право представительному органу. В соответствии с чем, на проект муниципального правового акта на сентименте дополнения в устав муниципального образования городского округа города Рязань дано заключение о противоречии действующему законодательству. Свой протест на документ внесла и прокуратура. Впрочем, мнения ни за, ни против на публичных слушаниях не несут функцию законодательного утверждения. Главная задача – выслушать всех, кто хочет что-то сказать. На основании поступивших предложений будет подготовлен итоговый документ. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пандемии коронавируса и связанные с ней ограничения привели не только к сбоям в экономике, но и вызвали всплеск интернета телефонного мошенничества. По данным представителей Банка России, количество звонков на телефоны россиян от несуществующих сотрудников финансовых организаций в период пандемии выросло в четыре раза. В Рязани за одни только сутки пострадали сразу несколько человек. Четыре рязанца пострадали от действия мошенников. И это за один день. Сумма ущерба – 1 миллион 130 тысяч рублей. И не то, чтобы у мошенников была какая-то новая схема обмана. Звонил неизвестный, представлялся сотрудником службы безопасности банка. И сообщал об атаке на банковский счет абонента. Действовать нужно быстро, иначе эти атакующие могли вывести деньги на свой счет. Пока жертва в панике, мошенник предлагал средства сохранить. И вот каким образом. Подойти к банкомату и перевести свои сбережения на резервный счет, который называл сам звонивший. Таким образом, 25-летняя менеджер из Октябрьского района Рязани лишилась 310 тысяч рублей. 31-летняя жительница Московского района Рязани перевела мошенникам 125 тысяч. 30-летняя жительница поселка Коширин Александра Невского района перевела более 254 тысяч рублей. А у 52-летней жительницы Скопинского района злоумышленники похитили более 440 тысяч рублей. В полиции на неизвестного возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Сейчас проводится расследование. Управление МВД России по Рязонской области предупреждает. Сотрудники банков никогда по телефону не спрашивают персональные данные банковских карт и счетов. И никогда по телефону не проводят финансовых операций. Если звучат такие вопросы, сразу же прерывайте разговор. Помните, это мошенники. Также не стоит брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров, добавляют полицейские. Особенно, если номер начинается на 8 800, 8 495 и 8 499. Если же по телефону сообщают об операциях на банковском счете или просят назвать номер карты, дату действия и код с тыльной стороны, то делать этого не нужно. Эта информация конфиденциальная. Поэтому стоит в таких случаях как минимум насторожиться, а как максимум просто повесить трубку. Валерий Седов, телекомпания «Город». Накануне Всероссийского праздника Дня Петра и Февронии Муромских, который отмечается 8 июля, многодетные семьи получили поздравления. Проведение таких мероприятий – многолетняя традиция в МВД. Их служба опасна и трудна. Мамы и папы в этих семьях полицейские. Андрей Гусев, например, старший инспектор, эксперт на криминалистического отдела Московского МВД. Он выезжает на места преступления и собирает улики. А Татьяна Москвина – инженер-электроник дежурной части Московского отдела МВД. Она обеспечивает непрерывную связь граждан с полицией, несмотря на непростую работу, а незаботливые родители. Потому что семья у нас дружная, любим друг друга, мы любим детей, дети любят нас. Ровно, чтобы в семье было взаимодействие и здоровье. Оптимизма побольше по жизни. Чаще улыбаться, радость, потому что есть в данный момент. Поэтому, наверное, вот отсюда все. И дети, дети, они дают заряд энергии, заряжают. И хочется дальше что-то двигаться вперед, помогают в каких-то даже в рабочих делах. То есть не только по дому, но и в работе. Все эти семьи полицейских многодетные. В каждой пока по три ребенка. Сегодня, накануне Дня семьи, любви и верности, они получают поздравления. Хотелось пожелать вам семейного благополучия, семейного долголетия, чтобы радовали вас дети. Вы, все части сотрудников, уже достигли определенных успехов. Я желаю вам в дальнейшем достигать еще. Ну и радоваться, самое главное, уже достижениям успехов ваших деток. Поэтому от всей души вас поздравляю. Деты включаем к мамам традиционно. Поздравляю. Поздравляю. И ценные подарки. Давайте это папа. На вопрос, как им удается совмещать работу и семейные обязанности, отвечают шутя, что это совсем не сложно. К дополнительным хлоптам, таким, например, как проверка уроков или сборы в сад или школу, с детьми, они уже давно привыкли. С неурядицами тоже знают, как бороться. Самое главное – искать компромисс и уметь находить его. Самое главное – взаимопонимание. Остальное делает любовь друг к другу. Дети немаловажно, они тоже помогают в этом принципе. Здесь меня столько не поругаешься. Они нас соединяют, и, соответственно, мы стараемся не ругать. День Петра и Февронии. Семьи Гусевых и Москвиных собираются отмечать. Они планируют устроить дома настоящий праздник. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сегодня мы взглянем на сотрудников прокуратуры с другой, творческой стороны. Не первый год в стенах ведомства проводится выставка работ сотрудников, как ушедших на пенсию, так и действующих. На мероприятии побывал Валерий Седов. И вот эта работа американского художника Брайса, его еще называют зеркальным художником. Меня потрясли его работы, и я решила сделать копии. Муж понравилось, я сделала несколько этих копий. Татьяну Семенову окружают три копии полотен Брайса. Каждую она написала сама. Говорит, что было интересно попробовать передать блеск и звон металла. На выставку творческих работ сотрудников прокуратуры региона Татьяна принесла как копии известных работ, так и свои собственные. Вообще я очень люблю море. А это Северное море. Но Северное море, как ни удивительно, оно спокойнее даже черного. Оно очень спокойное. И это период белых ночей, цвет розовый. Морских работ представлено несколько. Набросок и фотографию Татьяна сделала с корабля. А саму картину писала уже на суше. Сейчас женщина на пенсии, поэтому творчеству посвящает куда больше времени. И на выставке работ сотрудников прокуратуры представлено около 10 ее картин. Выставка организована в рамках концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, которая утверждена приказом генерального прокурора. Основной из задач концепции является обеспечение условий для реализации работниками своего творческого потенциала и их духовного совершенствования. Такую выставку три года назад организовала Наталья Зинова. Тут и живопись, и графика, и вышивка бисера. В этом году на выставке больше 20 работ. Работы для выставки не отбираются. Это все работы, которые представлены нашими работниками, сотрудниками, членами их семей. А это работа Марины Леньковой. Она прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Любит цветы, поэтому на ее работе красуются маки. А вот вышивать получается далеко не всегда. После работы времени остается не так много, поэтому в основном вышивкой занимаюсь выходные, либо когда на улице уже темно. Творчество для меня это отдых. Время, когда голова отдыхает от всего, и сосредоточена я на одном деле на вышивке. Выставка не пополняется. Каждый год она совершенно новая. Тут и новые шкатулки, сделанные вручную, кружевоплетение на коклюшках и многое другое. А главное – это умиротворяющие пейзажи и красивые портреты. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Время собирать Иван-чай. По всему северному полушарию в конце июня-начале июля зацветает кипрей. В нашей стране испокон веков растения использовали для изготовления горячего напитка – чая. Традиция сохранилась по сей день. О том, как самостоятельно собрать и изготовить листья кипрея, расскажем далее. Иван-чай. Поэтому из России продукт экспортировался до революции 1917 года в Европу огромными партиями. Хотя его сбор и заготовка – сложный процесс, проходящий в несколько этапов. Собираем мы его на пике цветения. Это конец июня, середина июля. Стараемся собирать в предобеденное время после схода росы. Первый этап у нас идет сборка. Собираем только верхние листья, примерно 15-20 сантиметров от цветка корнем. Из иван-чая можно сделать зеленый, желтый или черный вид чая. Это зависит от времени ферментирования, естественного брожения. Чай легкой ферментации обладает фруктово-цветочным запахом, вкус нежный, мягкий. Средняя ферментация дает терпкий вкус с легкой кислинкой. Глубокая ферментация отличается темным, насыщенным цветом и таким же вкусом. Это отдельный самостоятельный напиток. Ничем, я считаю, не уступает по вкусу и полезным качествам чая. При том, что он абсолютно безвреден. В отличие от обычного чая, который содержит кфин. Иван-чай как раз наоборот очень здорово. У тех, у кого высокое давление, он его понижает. У кого низкое, повышает, то есть нормализует. И, в принципе, все процессы организма он восстанавливает. Сегодня многие возвращаются к истокам. Собирают и заготавливают иван-чай самостоятельно. И хотя процесс заготовки крайне трудоемок. Заниматься этим можно только с большой любовью и терпением. Древний напиток из года в год все популярнее. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова